МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Дмитрий Напалков, и в эфире программа «Врачи» на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – заболевания паращитовидных желез. Совсем крошечные, размером с половину рисового зернышка, паращитовидные железы, которые так называются потому, что расположены около, а точнее позади щитовидной железы, играют чрезвычайно важную роль в обмене кальция в нашем организме. Различают гиперпаратериоз и гипопаратериоз. Согласно статистике, распространённость первичного гиперпаратериоза, например, составляет примерно один случай на 500 человек. Частота новых случаев – порядка 25 на 100 тысяч населения в год. После сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы первичный гиперпаратериоз является третьим по распространённости эндокринным заболеваниям. За что отвечают в организме человека паращитовидные железы? На какие симптомы следует обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к специалисту? Какие методы диагностики и лечения патологии паращитовидных желез применяются в настоящее время? Обо всём этом мы сегодня будем говорить с нашим экспертом. Наталья Георгиевна Мокрышева – директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины Института высшего и дополнительного профессионального образования НМИЦ эндокринологии, Создатель и научный руководитель единственного в стране уникального отделения патологии околощитовидных желез Создатель российских онлайн-регистров пациентов с первичным гиперпаратериозом, гипопаратериозом, синдромов МЕН Автор разработки целого ряда диагностических и лечебных алгоритмов ведения пациентов с патологией околощитовидных желез и минерально-костными нарушениями Автор более 150 научных статей, методических пособий, ряда клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, учебно-методических пособий и школ для врачей Член Европейского эндокринологического общества, Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, Медицинского общества по лечению нейроэндокринных опухолей и Российской и Международной ассоциации по остеопорозу, эксперт Российского научного фонда. Здравствуйте, Наталья Георгиевна. Здравствуйте. Огромное вам спасибо, что вы нашли время приехать к нам на программу и поговорить о такой теме, которая не является, наверное, довольно частой в плане обсуждения. И многие наши телезрители без медицинского образования могут даже не очень быть в курсе, что есть не только щитовидная железа, но и паращитовидные железы. Мы будем сегодня говорить о патологии паращитовидных желез. Что это за железы такие? Да, вы абсолютно правы. Знаний об этом органе, об этой эндокринной железе немного. Достаточно сказать, что только 100 лет назад она была открыта, и её работа была связана с нарушениями минерального обмена. И прежде всего с заболеваниями скелета, костей, мочекаменной болезнью и различным большим спектром, достаточно, как выясняется, заболеваний. То есть, по сути своей, если посмотреть разные медицинские энциклопедии, если ты находишь термин паращитовидная железа, как правило, выходишь на нарушение обмена кальция. Это всё-таки в основном кальций или не только? Это не только кальций. Нарушение обмена фосфора, почечная недостаточность, как следствие, имеет развитие вторичной патологии опащитовидных желез. Дефицит витамина D, на фоне которого нарушается всасывание кальция на уровне кишечника, и тоже компенсаторно включается активная работа паращитовидных желез. Ну и, конечно, развитие патологии костной ткани – это одно из основных проявлений. Если мы говорим о первичной патологии, это прежде всего опухоль околощитовидной железы. В большинстве случаев, к нашей радости, это доброкачественная опухоль. Однако вторичное поражение на фоне недостатка кальция, поскольку мы не всегда и в большинстве случаев в России, прежде всего, недостаточно мы употребляем кальция с продуктами питания. И если этот недостаток очень серьёзный, если это ещё сопровождает дефицит витамина D в организме, то на этом фоне развивается вторичная такая гиперфункция околощитовидных желёз выбрасывается много паратиреоидного гормона для того, чтобы компенсировать недостаток кальция. И это состояние, как выясняется, ещё более часто. Давайте покажем нашим телезрителям, где эти околощитовидные железы вообще располагаются. Всё-таки они имеют прямое отношение к щитовидной, но... Да, вы видите изображение щитовидной железы. Это та самая бабочка, которая располагается на передней поверхности шеи. А вот на её задней поверхности самой железы располагаются, как зёрнышки, четыре околощитовидные железы. И в норме они вот такие напоминают небольшой боб, который выполняет всю свою функцию. Практически все железы внутренней секреции регулируются основной железой, гипофизом, который располагается в турецком седле в головном мозге. А вот околощитовидные железы на данный момент у нас нет данных о том, что они регулируются гипофизом. Это такой самостоятельный эндокринный орган, который реагирует на уровень кальция и фосфора в организме. Наталья Георгиевна, скажите, пожалуйста, а как заподозрить, что у человека есть проблемы со стороны околощитовидных желез? Ну, прежде всего, и самым простым, элементарным показателем, который нам указывает на то, что непорядок с околощитовидной железой – это уровень кальция в крови. Женщина в менопаузе должна периодически контролировать уровень кальция в крови. Помимо этого, разумеется, пациенты с какими-то жалобами. Это может быть судороги мышц конечностей, это боли в костях. И, конечно же, любой человек, если у него есть склонность к ломкости, к переломам, разумеется, именно эти пациенты прежде всего должны посмотреть уровень кальция. Все пациенты с мочекаменной болезнью должны посмотреть уровень кальция в крови. И пациенты с патологией желудочно-кишечного тракта. Давайте посмотрим на изображение, где, собственно говоря, представлены те клинические проявления, которые могут быть у пациента с патологией околощитовидных желез. Ну, мы здесь видим иллюстрацию с костной патологией у пациентов с болезнью околощитовидных желез. И вы видите, это тяжелые изменения, которые характерны в основном либо для первичного гиперпаратериоза на фоне опухоли и в основном при злокачественном поражении этой железы. Вот такие тяжелые деформационные изменения. Вы видите развитие фиброзно-кистозной дистрофии. И если вы присмотритесь, то косточки деформированы и вот такие пушистые, можно сказать, они на изображении. Это, к сожалению, такая кистозная деформация на фоне очень тяжелого гиперпаратериоза. И сейчас очень неплохо поставлен уже диагностический поиск. То есть мы смотрим уровень кальция. При его высоком уровне сразу надо обязательно смотреть уровень паратериоидного гормона. Но кальций мы должны дважды посмотреть, как вы понимаете, подтвердить сначала, что действительно гиперкальцемия есть. Смотрим уровень паратериоидного гормона. И если повышенный паратгормон, то это практически очень высокая вероятность того, что есть опухоль около щитовидной железы. Если же кальций снижен, соответственно, мы должны посмотреть еще раз этот кальций, скорректированный на альбумин. Определить, возможно, витамин D и паратериоидный гормон. И здесь возможен вторично повышенный уровень паратериоидного гормона и низкий уровень витамина D. Вот это состояние, оно лечится консервативно. То есть здесь при низком кальции можно восполнить и продуктами питания, и различными таблетированными препаратами. Да, это регулярное, длительное лечение, многолетнее и, вероятнее всего, пожизненная компенсация дефицита витамина D и недостаток кальция в пище. Но здесь не требуется хирургического вмешательства. А, конечно, если мы выясняем гиперкальциями высокий уровень кальция в крови, высокий уровень паратериоидного гормона, тогда нам надо искать опухоль, потому что ее надо удалять. Без удаления этой опухоли мы не восстановим никакие показатели, нарушенные в данной ситуации. Поскольку патология около щитовидных желез оказывается достаточно частой, то совершенно логично, что в каждом городе должна быть и не только лаборатория, но и диагностический центр для того, чтобы проводить обследование таких пациентов. Давайте посмотрим репортаж из Калуги, где, собственно говоря, и проходит обследование пациента с подобными заболеваниями. Мы приехали в один из многопрофильных медицинских центров Калуги, чтобы узнать, а можно ли увидеть своими глазами орган, о существовании которого не все знают – парасчетовидную железу. Настолько она мала и незаметна в нашем организме. Парасчетовидная железа на УЗИ исследовании очень хорошо видна, хотя она вот так имеет такое маленькое строение, как рисовое зёрнышко. Но самое главное – необходимо включать доперцветное сканирование парасчетовидной железы. Такой простой и информативный метод исследования сегодня доступен в большинстве медицинских учреждений. В норме она не видна ни у женщин, ни у мужчин. При цветном сканировании мы можем диагностировать действительно, что она есть, потому что цветное сканирование позволяет увидеть расположение. Цветной доплер включается, и мы видим мелкие рисинки. Вот сейчас мы видим в левой доле две штучки. Немногие знают и подозревают, что нарушения в этом маленьком органе могут быть причиной очень серьёзных проблем в организме. Например, бесплодие у женщин. Парасчетовидная железа, если женщина страдает, это привод либо гипофункции, либо гиперфункции парасчетовидной железы, поэтому необходимо смотреть уровень магния и оксипролин, потому что чаще всего эти женщины страдают в дисплазии соединительной ткани. УЗИ парасчетовидных желез не требует определённой подготовки и может выполняться в любой день, как у мужчин, так и у женщин, вне зависимости от женского цикла. УЗИ – это экологический метод исследования. В результате быстро можно поставить правильный диагноз, когда есть изменения у пациента в области щитовидных или парасчетовидных желез. Одним из поводов проверить функции парасчетовидных желез или сделать УЗИ могут быть такие симптомы, как слабость, недомогание, постоянная жажда и судороги в мышцах. Наталья Георгиевна, скажите, пожалуйста, насколько важны визуализационные методы, например, такие, как ультразвуковое исследование в основном щитовидной железы, когда мы пытаемся посмотреть также и на состояние околощитовидных желез? Я должна сказать, что при ультразвуке щитовидной железы, если есть опухоль околощитовидной железы, её можно легко увидеть. То есть невозможно практически пропустить, да? Возможно, возможно, да. И действительно, должны быть специалисты экспертного уровня, часто наблюдающие патологию околощитовидной железы. Это требует действительно опыта большого. Но бывают состояния, когда причиной вот этого первичного гиперпаратириоза является не просто опухоль, а поражение всей ткани околощитовидной железы. И если в большинстве случаев мы видим опухоль какой-то из четырёх одной железы, то вот в процентах в 15-20 случаев может быть поражена ткань вся. И тогда они небольшие. И тогда их может увидеть только специалист очень высокого уровня. Они ещё располагаются иногда нетипично. Но помимо ультразвуковой методики, очень хорошо визуализируется, и это уже входит в международные стандарты, сцентография околощитовидных желёз, которая проходит с технетрилом в отделениях соответствующего профиля. И эта методика уже используется, она входит в протоколы диагностические, патологии околощитовидных желёз. Однако, если мы видим низкий кальций в крови и повышенный уровень паратириоидного гормона, то визуализирующие методики нам здесь, по сути дела, не нужны. Потому что мы не ищем опухоль, даже если мы видим увеличенную околощитовидную железу одну или все, всё равно мы не стремимся к операции. И нам бессмысленно искать вот эту ткань в проекции шеи. Здесь консервативная тактика, она не требует визуализации. А вот если есть повышенный кальций, повышенный паратириоидный гормон, подозрение на первичный гиперпаратириоз, вот здесь топическая диагностика, иногда это целый детектив. Когда мы привлекаем не только УЗИ, не только сцентеграфию с технитрилом, но и различные другие дополнительные методики, которые... Это и компьютерная томография с контрастированием обязательно, ПЭТ, но это уже те методики, которые диагностируют злокачественное поражение околощитовидных желёз, а там особая картина. Зачастую, если мы говорим о щитовидной железе, всё начинается с обследования в плане визуализации. Для того, чтобы убедиться в том, что всё в порядке с моей щитовидной железой, пойду-ка я сделаю ультразвук. Ну и дальше начинаются приключения. Либо всё в порядке, но на самом деле это не значит, что с щитовидной железой всё нормально, либо обнаруживают узелки кисты, и пациент хватается за голову, какой кошмар, у меня что-то ужасное. Я так понимаю, что здесь тоже с визуализацией начинать не стоит? Нет, нет. Здесь не стоит делать ультразвук около щитовидной железы на регулярной основе. Это совершенно неэффективно. Вот тот банальный уровень кальция и уровень паратериоидного гормона, если с кальцием не всё в порядке. Исследование уровня витамина D, если пациент понимает, что он не очень любит молочные продукты, если у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, и, допустим, есть наследственность, отягощённая у кого-то из родственников, частые переломы, то здесь обязательно нужно на регулярной основе смотреть. Показатели биохимические прежде всего. Какие основные методы лечения патологии около щитовидных желез? При опухоли, доброкачественной, злокачественной, это прежде всего хирургическое лечение, не удалив опухоль, нам очень тяжело справиться с вот этим дисбалансом фосфорно-кальцевого обмена. Если мы говорим о доброкачественном поражении около щитовидной железы на фоне дефицита витамина D, кальция, молочных продуктов или патологии желудочно-кишечного тракта, то это консервативно, прежде всего, налаживание диеты, то есть мы должны потреблять достаточное количество кальция с пищей, тысячу миллиграмм обязательно в сутки, и достаточное потребление витамина D, потому что кальций на уровне кишечника без достаточного количества витамина D просто не всосётся. Ну вот в зависимости от возраста категории от 600 до 800 международных единиц витамина D в сутки это такая среднесуточная норма. А какой обычно объём операции? И приходится удалять все около щитовидные железы, только поражённую, или около щитовидные вместе с щитовидной? Основные хирургические вмешательства, разумеется, ограничиваются удалением поражённой железы вместе с опухолем. Оставшиеся железы принимают на себя функцию удалённой железы, функция восстанавливается, и пациент практически выздоравливает. Он, конечно, требует регулярного контроля раз в год после операции на протяжении всей жизни, по сути дела, у эндокринолога и контроль кальция и паратириоидного гормона, но в большинстве случаев он практически излечивается. Если у него поражена не одна железа, а множество, вот это как раз тот самый детектив, и диагностический, и лечебный. Если поражается вся ткань около щитовидных желёз, то здесь требуется удаление действительно всей ткани. Потому что если останется хоть какой-то кусочек поражённой ткани, заболевание будет продолжено, и операция будет бессмысленна. Я знаю, что сегодня к нам в студию приехала ваша пациентка. Я предлагаю пригласить её к нам сюда, для того, чтобы вы рассказали вот эту непростую клиническую ситуацию, помогли разобраться нам в этом детективе, ну и спросить, как она себя чувствует. Хорошо? Давайте. Здравствуйте, Елена Хачатуровна. Здравствуйте. Огромное спасибо вам, что вы согласились прийти к нам на программу, и вот мы попытаемся этот медицинский детектив, наверное, пройти ещё раз, хотя он уже пройден, и я надеюсь, что докторы вам уже очень давно и активно помогают. Расскажите, пожалуйста, с чего начались ваши проблемы со здоровьем? Ой, это началось-то в 49 лет, когда была мина пауза. У меня начали болеть бока вот эти вот места, ну и косточки вот эти, и язва. А до этого никаких язвенных дефектов не было? До этого никаких не было, симптом, ничего. Ну ладно, вылечили язву, я вроде поправилась, вроде ничего. Вышла на работу, и как прихожу утром, я начинаю пить. Очень много пью. Никто не сказал, о, это у вас, наверное, сахарный диабет. А я сама подумала, я думаю, может быть, у меня сахарный диабет? Да нет, вроде я пошла проверяться, нет, сахара не было. Ну и ладно. Стала худеть. Во-первых, похудела. Очень много. Килограмм 10, если не больше, похудела. Ростом стало меньше. Мне говорят, что с тобой, девочка? Я говорю, ну я что могу знать? А насколько меньше всё-таки? 10 или 15 сантиметров, я не помню. 15 сантиметров. 15 сантиметров. И за какой период времени? За 4 года. За 4 года. Это очень быстро. Это очень быстро. Это характерно. Компрессионные переломы позвонков. И пить начала, и худеть. Да, сломала шейку бедра. А как после перелома шейки бедра? Операцию делали? Делали мне операцию, да. Сделали, ну всё нормально. Но я не могла встать, мне сказали, на ноги не вставай, потому что слабые косточки. У Елены Хачатуровны был очень выраженный остеопороз, который отразился на состоянии всех костей практически. И конечностей, и позвоночник, и ребрышки были повреждены. И в результате этого в росте она уменьшилась на 15 сантиметров практически за счёт компрессионных переломов позвонков, так называемые рыбьи позвонки буквально у нас на снимках. И вот типичный перелом шейки бедра. Но учитывая то, что Елена Хачатуровна очень активный человек, да, и очень весёлый, я счастлива, что она до момента попадания к нам других переломов не получила бы. У Елены Хачатуровны выраженный, да, выраженный очень высокий уровень паратериоидного гормона. И вот такая ломкость костей должна была навести достаточно быстро на знания о околощитовидной железе. Но это начало 2000-х, это как раз то самое время, когда мы только начали свою работу по популяризации. То есть у нас накопился большой опыт знаний, Елена Хачатуровна к нам пришла. Мы нашли опухоль, хирурги её удалили, и потихонечку мы стали восстанавливаться. Надо сказать, что период восстановления тоже не быстрый. Нет. И несколько лет надо добиваться восстановления вот этих минеральных нарушений. Мочекаменная болезнь, которая была. Да, и мочекаменная была. Ещё риск остаётся, после того, как мы удаляем опухоль, лет 10. Но уже идёт на спад, разумеется. Язвы желудка, рецидивирующие, которые были, их лечат, они опять появляются, их лечат, они опять появляются. Делали вот, когда у меня УЗИ в центре, а он говорит, сделал, говорит, у тебя язва. Я говорю, ну я только залечила вот недавно. Говорит, язва опять. И он мне дал какие-то сильные таблетки, в течение 10 дней я вылечила. Конечно, предоперационная подготовка, которая... Да, и соперировали вот это. А была язва опять. Помимо всего прочего, ещё патология сердечно-сосудистой системы здесь присутствует. У кого-то из пациентов артериальная гипертензия. У меня в 15-м году был инфаркт. Вот, то есть нарушение ритма проводимости, поскольку избыток кальция, поражение паратериоидным гормонам самой мышечной ткани, они тоже не остаются без вот этих поражений сердечно-сосудистой системы. Да, вот все. К сожалению, при тяжёлом заболевании действительно очень много нарушений. Да. Но сейчас мы восстановились. Неплохо. Неплохо сердце. Два стенда поставили мне, поэтому... То есть фактически лечение включает в себя устранение проблемы, то есть нормализация метаболизма. Первопричины, да. Первопричина. А затем всё равно никуда всё чудесным образом не уходит. И приходится вот... По щелчку, да. Да, по чуть-чуть заниматься всем тем, вот что, к сожалению, развилось. Что есть, да. На самом деле, когда всё так резко начинается, и многие органы и системы вовлекаются в процесс, терапевтов учат думать, в первую очередь, о системных заболеваниях, но эндокринные заболевания, по сути своей, это же системные заболевания, которые регулируют много что в организме. Наверное, это такая хорошая, ну, даже методическая, учебно-методическая пособие, наверное, это клиническая ситуация для, возможно, тех докторов, которые смотрят нашу программу, чтобы мы не забывали, да, лечить не отдельно взятые вот симптомы, да, есть проблемы с желудком, есть проблемы с костями, есть проблемы, так сказать, да, там, с избыточным потреблением жидкости. А я работала с народом. Всё это может быть обусловлено одним патологическим процессом. Тут надо посидеть, полежать, какой-то посидеть, полежать, дорога на ногах. Как сейчас вы себя чувствуете? Гораздо лучше. Протяна. А кем вы работали, с народом вы работали, сказали? Продавцом ГУМи, в ГУМовской системе. Ну, безостановочное общение. Да, я говорю, к 7 часам уртара приходили, и вот начинается. Где посидеть там? Какой посидеть? Там покушать? К сожалению, да, в процессе общей жизни всё-таки жалобы нарастают постепенно. Да, да. Поэтому часто пациенты воспринимают это как просто возраст, понервничал, здесь перегрузился, переработал. После операции, если мы добиваемся удаления опухоли, нормализации паратериодного гормона, большинство пациентов длительные годы принимают препараты активного метаболита витамина D и препараты кальция как раз для восстановления костной ткани. Потому что регенерация идёт, восстанавливается, но если это женщина в менопаузе, то здесь и возрастные проблемы даёт себе. Если бы совершенно случайно, вот тогда давно, может быть, в 49 лет, в 50 лет, появилась бы информация о том, что кальций повышен, случайно сданный анализ крови, резкое повышение кальция, можно было бы избежать вот всего того нагромождения и тех проблем, которые возникли? Абсолютно точно. Мы бы, посмотрев уровень кальция, увидели на ультразвуке опухоль, потому что Елена Харчатуровна, она была немаленькая, её можно было увидеть при УЗИ щитовидной железы. Тут же бы подключили хирургов без имеющихся осложнений, и, разумеется, мы бы поймали ситуацию только в зачатке. Ужас. Ну что ж, я вам желаю крепкого здоровья, чтобы у вас всё было благополучно. Дай бог. Хочу сказать огромное спасибо, наверное, и вместе мы скажем Наталье Георгиевне и всем специалистам её центра эндокринологического, которое помогает огромному количеству пациентов, иногда просто даже в том, чтобы разобраться, что с ними происходит. Я бы не знаю, может быть, я бы уже здесь бы не сидела с вами. Ну, будем говорить всё-таки позитивно, у нас программа такая позитивная, поэтому... Ну, это да, позитивно. Нет, это на самом деле позитив поставленных ягодностей. Да, это позитив, да. Да, и всё-таки вы сказали, что вы себя сейчас чувствуете на лучшее. Да, на самом деле нормально. В нашей программе сегодня вы узнали, что существуют самые сложные загадки, которые могут распутать высококлассные специалисты. Главное – вовремя обратиться к врачу и начать своевременное лечение. Ну вот, пожалуй, и всё, о чём мы хотели рассказать вам в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР. 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 ОТР.